Любишь новые игры, но не хочешь за них платить? Тогда участвуй в новом конкурсе от навигатора и торговой площадки G2A. Подробности в конце видео. Всем привет! Вы смотрите «Навигатор Игрового Мира». Любите боевые искусства, настоящую грибную магию и хорошую музыку? Тогда не вздумайте переключать на другой канал. Сегодня вы увидите! Во что поиграть? Заключительная часть подборки мобильных хитов ноября. Рубрика «От винта!» Бонус и Гамовер принимают самого музыкального гостя. Наука и магия для застолья в Каркасоне Тактический стелс-экшен от авторов Mark of Ninja и Don't Starve. Для некоторых такой характеристики вполне достаточно, чтобы смести Invisible Ink с цифровых прилавков. Для всех остальных краткая информация. Будущее, киберпанк, шпионы и тайные агенты, походовая тактика в лучших традициях XCOM, многочисленные реверансы в сторону Deus Ex и всего-то три дня на то, чтобы подготовиться к самой главной операции. Что успели сделать за такой срок – все ваше. Что-то не получилось? Что же? Никто не мешает начать сначала. «Джейд Эмпайр» Ролевая игра про Китай, экзотические единоборства и мифических существ. Сделали ее не абы кто. Создатели Star Wars Knights of the Old Republic и Mass Effect. Рожденная в далеком 2005 году классика, жанра теперь перебралась на iOS. Не без огрехов, но в целом весьма успешно. Бои в реальном времени и романтика жизни мастера Ки неплохо сошлись с сенсорным управлением. Ну а история о юном ученике, которому предстоит спасти мир, никогда не устареет. Если вы не успели познакомиться с Джейд Эмпайр 10 лет назад, то сейчас этому определенно благоволят звезды. Главное, что нужно сказать про FIFA Mobile, серия наконец-то движется в правильном направлении. В новой игре появилась глобальная карта соревнований и два режима. События Live – ежедневные испытания, дающие возможность потренироваться за скромную плату. А в режиме атаки предстоит сражаться с командами других игроков. Если раньше из года в год мобильные игры FIFA клеймились позором за примитивность и безидейность, теперь можно сказать, что этому пришел конец. К сожалению, кривое управление, устаревшая графика и вездесущие микроплатежи пока никуда не делись. Но и Москва не сразу строилась. Социальная сатира в мобильном формате. Такое не каждый день встретишь. Крэп Аэмброук – симулятор жизни москвича. Простите, жителя большого города, которого со всех сторон одолевают долги, а работать приходится по 25 часов в сутки. Мойщик посуды, живая статуя, стряпальщик бургеров. На что только не пойдешь, чтобы в конце месяца баланс доходов и расходов сошелся хотя бы в ноль. А ведь надо еще что-то кушать и хотя бы изредка отдыхать, иначе жизнь становится совсем беспросветной. И если крэп Аэмброук не заставит вас задуматься о тщетности бытия, то хотя бы поможет развлечься в перерывах между работой. Какие грибы употребляли создатели Mushroom Wars 2 в титрах не указано, но что-то же подтолкнуло их сделать именно этих созданий героями стратегии. В Mushroom Wars 2 вы можете приобщиться к тайной жизни среднерусского подлеска и возглавить армию отважных спороносцев. Залог победы просто как 2 рубля, чем больше армия, тем проще выиграть. То есть плодим грибы, захватываем грибницы, плодим еще больше грибов и так далее. Закономерно уже к середине поединка на экране начинается форменная вакханалия, но вряд ли от игры про грибы с глазами можно ожидать чего-то иного. Наконец-то в целом мире прекратилась суета. Начинается в тире передача Атвинта. Атвинта! Вот так! Привет! Мне кажется, вам не надо петь. Очень фальшиво. Это я прекрасно пою. Сам Акира Ямаоко не спел бы лучше. Эй, я Акира Ямаоко! Это вы? Я! Акира Ямаоко. Известный композитор в сфере компьютерных игр. Ямаоко прославился благодаря музыке серии Silent Hill. Ямаоко-сан, скажите, а музыка, она рождается внутри баса или приходит откуда-то снаружи? Многое приходит изнутри. Это зависит от материала, с которым работаешь. Посмотрев кино или прочитав книгу, я черпаю вдохновение из содержания и пишу соответствующую музыку. Скажите, а в чем специфика музыки именно для компьютерных игр? Самое главное заключается в том, что вы слышите эту музыку во время игры. Она сопровождает вас, наполняет вашу реальность. Более того, она меняет ваше восприятие игры. Думаю, это немного другая, особенная форма существования музыки. Скажите, а для каких игр за все время их существования вы бы хотели написать музыку? Gears of War, Halo, Assassin's Creed. Обо всех любимых играх я невольно начинаю думать. Было бы здорово написать для этой игры музыку. А как вы думаете, когда компьютеры сами начнут писать хиты и произойдет ли это вообще? Это возможно. Я даже не сомневаюсь. В мире насчитывается примерно миллиард мелодий. Ну, не больше миллиарда с лишним. А так как музыка представляет собой определенную схему, машина вполне может ее реализовать. Компьютер создаст музыку за вас. А вам останется добавить изюминку и присвоить все авторские права себе. Я даже видел забавный сон, в котором разбогател именно таким образом. Скажите, а какие чувства проще передать при помощи музыки? Страх, любовь, ярость, гнет? Конечно, я стремлюсь доносить радость и печаль. Эмоции, которые близки любому из нас. Но больше всего мне хочется достучаться до того, что каждый человек старается не показывать. Спрятать от чужих глаз. Я пытаюсь сорвать крышку и выпустить это. Так как люди боятся выставить на показ свои потаенные мысли и чувства, им становится страшно и неприятно. Поначалу. Но стоит раз открыться, как появляется внутренний комфорт, и вы становитесь более свободными. Вот такие чувства я хотел бы передавать своей музыкой. Именно это я всегда держу в голове. Расскажите, пожалуйста, о проекте Let It Die. Ну, когда игра выйдет, то есть если все пойдет по плану и она выйдет, это будет сетевой триллер для PlayStation 4. Поскольку это мультиплеер, вы будете сражаться с людьми со всего мира. Действие развернется в башне, по которой нужно забраться быстрее всех. Придется драться и убивать друг друга. Немного жестокая и страшная игра, но в ней будет механика, которую пока никто не делал. Мы рассчитываем, что играть будет весело. Скажите, вот если бы у вас не было музыкального таланта, какую профессию вы бы выбрали? Скорее всего, я стал бы поваром. Это очень похоже на музыку. У вас есть разные ингредиенты. Гитара, бас, барабаны. Вы их смешиваете, будто в кулинарии. И остается только выбрать, как это приготовить. После этого вам нужно все красиво украсить и подать к столу. Вы всегда используете одни и те же ингредиенты, одни и те же инструменты. Но комбинаций очень много. Можно абсолютно так же взволновать людей, которые попробуют вашу кухню. Да, я думаю, что если бы не занимался музыкой, стал бы поваром. А я, наверное, хотел бы быть пасечником, только богатым. Богатый пасечник. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо, что пригласили. Было весело. Только петь вам больше не надо, ладно? Конечно, я не буду петь. Вот и славно. Пока. Опять поете? Я все слышал. Я понял. Я понял. Командир, напали на нас. Что ты раскричался, как салага? Спокойно. Кто напал? Повар. Ну, повар, ты, к сожалению, вяжи его и на камбус делов. Да этот, Стивен Сигал. Кто? Сигал. Уверен? Так точно. Так он не Сигал, а Сигал. А знаешь почему? Нет. Увидел. Сигай за борт. А нет. Мы еще поборемся. А впрочем. В ноябре World of Warships объявляет особое внутриигровое событие. Каждый может заполучить в команду Стивена Сигала. Для этого наберите 70 тысяч очков в ранговых командных боях или кооперативе. Стивен на борту. Посмотри, как враги Сигалят. Эй, да! Думай. Читайте в новом ноябрьском навигаторе игрового мира. Бесконечный зов Call of Duty. Чего ждать от Infinite Warfare? Футбол по осени считают. FIFA 17 или PES? Кто победит? Человек большого калибра. Интервью с Сергеем Буркатовским. Автором World of Tanks. От магазина игр до мирового господства. Репортаж из штаб-квартиры G2A. Также в номере. Четыре шестеренки войны, юбилей танков и карточные развлечения ведьмаков. Ищите в киосках и требуйте у продавцов. Ноябрьский навигатор игрового мира. Мы верим. Этот мир реален. Универсальные гаджеты это прекрасно. Но если вы в самом деле любите слушать музыку, то лучше не ограничиваться дешевыми наушниками и смартфоном. В то же время не все готовы отдавать 100 тысяч за плеер высочайшего класса. Сперва неплохо бы опробовать, на что способны более простые, но созданные именно для меломанов устройства. Как раз на такой случай у фирмы Fio и припасена модель X1 второго поколения. Она уже в продаже, хорошо изучена и известна своей надежностью. Этот плеер основан на специальном цифроаналоговом преобразователе и встроенном усилителе, какие вы никогда не найдете в смартфонах. Тут все сделано для того, чтобы даже из доступной модели выжать предельно качественный звук. Разве что наушники надо докупать отдельно, но так оно даже лучше, ведь у каждого свой бюджет, свои требования и свои вкусы в музыке. Корпус Fio X1 выполнен из металла и удобно лежит в руке благодаря достаточно компактным размерам. До любой кнопки можно дотянуться большим пальцем без каких-либо неудобств. Экранчик тут тоже небольшой, но для выбора любимой музыки его вполне хватает. А сколько именно поместится в плеер треков, зависит только от выбранных вами форматов и объема купленной карты памяти. Разложить музыку по исполнителям и альбомам тоже можно, как же нынче без этого. Энтузиасты могут прокачать железную начинку плеера, но мы все-таки думаем, что инженеры компании Fio разбираются в ней несколько лучше большинства слушателей. Зато купить какой-нибудь удобный чехол или дополнительный усилитель для подключения к домашним динамикам точно имеет смысл. Присядь-ка, юнец! Я расскажу тебе о превратностях войны. Я слышал, как пули свистели у меня в голове и видел, как вздымалась земля под ногами. И не надо на меня так смотреть. Я знаю, о чем говорю. Я играл в Battlefield и прошел через все ее глюки. Вот послушай. Стоял я однажды под травеси и смотрел, как горит последний дирижабль противника. Тут-то и началась секретная операция. Они назвали ее «Очень горячая кукуруза». Пламя, огненные всполохи, смертоносный волчок, инферно поражает и своих, и чужих. Эта штука и вовсе из-под контроля вышла. Начала шпарить все, что движется. Бомбила не только все вокруг, но и у самих воюющих. И спасаться приходилось не то, что бегством. Летом! Скажу тебе честно, парень. У нашего брата в таких экстремальных условиях нервишки быстро сдают. Но всегда найдется сильный духом солдат, которому в любое время скажешь «Упал, отжался, он тебе есть, сэр!» Ты ему, а теперь полсотни подтягиваний, а то зашибу, он тебе, сэр, есть, сэр! Главное на войне, парень, ни на какие дружеские жесты со стороны врага не вестись. Вражины скользкий народ! Спуску им не давай! Глаз не спускай! Курок спускай! Даже если видишь, что соперник выше тебя и по рангу, и по статусу, да и вообще по положению, не робей! Свинцом огрей! Я таких выкрутасов повидал на фронте парень, что до сих пор диву даюсь. Ты когда-нибудь видел шинель людоглота? Нет? А я видел. То еще гоголевское зрелище! Будь осмотрителен. Враг может поджидать с любой стороны. И не теряйся, если вдруг кончатся пули. В случае чего смело прибегай к раскольниковскому приему. Пссс! Хотите? Немного волшебства и крутой техники? Этого добра навалом в игре «Каркассон. Наука и магия». Коробку так и распирает от дополнений к настольному хиту. Одно из них — летательные аппараты. Крылатые машины способны переносить ваших подданных на незавершенные объекты. Гонцы доставляют послания, которые тоже доставляют. Согласитесь, приятно получить от героя на белом коне победные очки. Паромы соединяют дороги на участках с изображением озер. Рудники добавляют в игру все прелести золотой лихорадки. А еще есть вот эти ребята. Маг — суровый благодетель и крепкий хозяйственник. При нем и строительство быстрее и подданной с норовестей. Ну а ведьма, естественно, портит ваши планы. Не дай бог еще и на грабителей нарваться. Лишитесь половины очков. Как всегда, за благополучие в государстве нужно драться. Игра предоставлена hobbyworld.ru К концу 1920-х годов флот Великобритании изрядно устарел. Для эскадренной службы были остро необходимы современные быстрые корабли. Так, через 10 лет появились первые легкие крейсеры нового поколения типа Линдер. Пятым и последним кораблем этой серии стал Айджекс. Его корпус был рассчитан на высокие скорости и делился на отсеки с водонепроницаемыми переборками. Все три палубы были также неподвластны воде, а вес в ходе модернизации становился все меньше. Знаковым в службе крейсера стало сражение в устье Ла Платы у берегов Южной Америки. Три британских линдера, в числе которых был Айджекс, смогли загнать в ловушку карманный линкор адмирал-граф Шпея. Капитан-броненосца не смог атаковать снова и взорвал свой корабль. Какова дальнейшая судьба героя Королевского флота? Смотрите в передаче «Масштаб 1 к 42». Командиры, авторы World of Tanks подготовили для вас новую версию игры. Те, кто принимал участие в супертесте, знают, что обновление 9.16 действительно крупное. Впервые стал доступен шведский премиум танк 6 уровня, где можно прокачать свой экипаж. Появилась переработанная карта Париж в режиме «Случайные бои». Улучшился интерфейс. Благодаря моду «Двухуровневая карусель» в ангаре теперь отображаются больше машин, а еще добавили новые индикаторы. С их помощью на поле боя вы сможете отследить всю информацию о различных типах урона и обстрела. Кроме того, сравнивать технику стало еще проще. Можно взять любые 20 танков и оценить их комплектацию одновременно. Мини-карт стало больше, а экран боевых задач удобнее. Теперь они появляются как на поле боя, так и в ангаре. И это далеко не все. Попробуйте сами. «Капитаны» вышло новое реалити-шоу под названием «Блогеры по-флотски». Десять ведущих из различных сфер отправились в незабываемое путешествие на легендарном судне «Крузенштерн». Чтобы получить заветный миллион, ребята должны будут преодолеть множество испытаний. Во-первых, соблюдать корабельный режим. Для некоторых подняться в 7 утра уже подвиг. Во-вторых, наравне с практикантами из настоящих училищ освоить все премудрости морского дела. Как подниматься на мачт и ремонтировать паруса, управлять учебными шлюпками и многое другое. Отправной точкой их путешествия стала Варна, портовый город в Болгарии. На пути в Грецию новоиспеченная команда получит не только опыт, но и незабываемые впечатления. Так что не пропустите, будет познавательно и интересно. На площадках World of Warships давно уже есть видеоотчеты. Нравится от винта и любишь выигрывать призы? Тогда вступай в группу «Навигатор игрового мира» и делай репост этого видео. Среди тех, кто сделает репост, мы разыграем три карты на 10 евро от торговой площадки G2A. Их ты сможешь потратить на любимые игры. Победителей назовем в группе «Навигатора» на следующей неделе вместе с выходом нового выпуска от винта. Желаем всем удачи и помни, что если хочешь покупать игры по самой низкой цене, то делать это нужно на G2A.com На сегодня это все. Хотите большего накала страстей и лихих поворотов сюжета? Тогда ждите следующий выпуск «Навигатора игрового мира». Будет еще интереснее. Субтитры создавал DimaTorzok